Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают До такой степени неиспорченные Слишком велико желание попасть туда первыми Охотники на слагов И они ищут инигму Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нужно попасть туда до того, как уничтожат все джунгли Ну нет Как только весь этот грибной салат попадет в наши машины Они сразу же встанут Значит, мы пойдем пешком, Корт Пошли Вперед! Охота на слагов пешком Так некультурно! Вот так надо действовать! Да, если вас совсем не интересует Энигма Но нас очень интересует этот экземпляр Как только кто-то из вас его найдет Мы с удовольствием его купим По подходящей цене Ну, сходный я бы это не назвала Скорее, безумный Такое количество денег! О, с таким богатством мы сможем сделать много добра Для Пронто Наконец-то я смогу купить нового железного коня С удобным сиденьем Специально для осанки И инкрустированную сумочку с карманом для расчески Нет, минутку Новый шарф! Пронто, очнись! Это много золота Не знаю, смогу ли продать Сомневаюсь, что у вас будет такой шанс Тут развернулась такая конкуренция Но если вам удастся поймать его первыми Мы будем ждать здесь Берегись! Нет, Энигма нет Да-да, продолжайте Никто вам не заплатит две тонны золота Ах, да, это комплимент Позволь мне провести переговоры, Трикси Мы все очень хотим найти Энигму Но может из-за недостатка знаний вы все завалите Ах, знаете, а парень, пожалуй, будет прав Вместо прыгучих камней Лучше использовать флоринго И поджечь все эти деревья Вместо прыгают Дом, два, три Вместо прыгучих камней Может, в следующий раз, Элла, я проведу переговоры? Конечно. Фронта! За тобой тазерлинги! Действую! Ничего не получилось. Прости, пожалуйста. Я хочу домой поскорей. Смотрите, вроде я видел, где-то здесь полценик мог. Брат! Не обращайте внимания. Всего лишь лист. Так, это было не очень. Это серьезная засада. Это и правда не очень хорошо. А ты что за слаг? Эй! Эй! Здесь живут многие слаги, не только Энигма. Вы же разнесете их пещеру на части. Посмотрите на это. Мог погибнуть слаг. Элай, это же Энигма. А это моя западня. Столкер, я не знал, что и вы тут тоже. Мы не хотим стоять у вас на пути. Ты ведешь сейчас переговоры. С ума сошел? Это же Герхард Стокер. Самый убойный охотник на дичь в слагтере. Он не ведет переговоры. Говорят, если увидишь его, уже поздно. Поэтому его и зовут БНС. Безмолвный, но смертоносный. В моих краях безмолвный, но смертоносный означает нечто другое. Он сейчас прямо за мной, да? С лаг Энигма и мой капкан. Живо. Эй, я его нашел. Все честь по чести. Пока он не попал в ваш капкан. Я пришел сюда не ради игры по правилам. Я пришел сюда за слагом. Мой день дорог и стоит. Тебе нужно было вести переговоры. Расходимся! Тебе нужен этот слаг? Ну, хорошо. Вот он! Я пропустила, когда ты стрелял в Энигму. Расскажи мне, как он трансформировался. Не могу. Почему? Потому что я практически ничего не видел. Где ты был? Не спрашивай. Корт, Элай оглушил Энигма. И сейчас он не может сфокусироваться. Вообще-то, я много чего вижу. Фактически, я вижу в два раза больше положенного. А вот и они. Я в них попал? Принимаю как их. Пошли. Смею предложить продолжать движение. Стокер может быть где угодно. Да, прямо за тобой. Стокер почти такой же легендарный, как Пронто. Да, но совсем по другим причинам. Конечно. Пронто известен из-за своего бесспорного великолепия. А Стокер славится своими капканами. Может, он ими и пещеру заполнил. Вот поэтому идите все по пятам, Эксперт, на Пронто. Что? Видите? Уже нашел. Этот блокирующий механизм высокотехнологичен. Но я знаю, как сконструировать обходной путь. Спасибо. Я полагаю, так как Илай абсолютно бесполезен. Друг, Пронто, но я же все слышу. А, прости. И все же я предлагаю уйти, пока Стокер нас не обнаружил. Мы не можем уйти. Это все сделал Энигма. И нет гарантии, что это восстановится само по себе. А? Нужно найти Энигма, чтобы узнать, как его излечить. Да, если он еще не у Стокера. О, да. Уверяю тебя, что нет. Откуда у тебя такие мысли? Потому что это как раз вон там. Он как раз забавляется с проволокой. Э, поймал! Ты в порядке? Дарт с транквилизатором для слагов. Знаешь, сколько их понадобится, чтобы поразить пещерного тролля? Да, почти верно. Корт! Пошли. Нужно достать Энигма, пока они его не поймали. Мы не можем его оставить. Стокеру нужен Энигму, а не Корт. Ничего с ним не произойдет. А, Энигма где-то рядом. Будьте бдительны. Неподходящий субъект для работы. Возможно, поможет немного объектив. Да, точно. Это самый глухой слаг в истории? Неудивительно, что остался всего один. Сейчас упадет! Нет! Нет! трикси я в порядке пронто дело за тобой иди вот он молчите злоги гонщие выявляют только напуганную добычу если мы будем молчать делая вид что не боимся их они нам не страшны видишь а нет теперь мы с уверенностью ищем эдитмо не обращай внимание на острые клыки гонщих их пронзительный взгляд когти которые с легкостью растерзают что случилось вы нашли энигму да нашел а и и вы вот так уйдете заканчивайте подождите я не жаловался я только спросил не волнуйся берпи нужно показать что мы их не боимся конечно было бы проще если бы я не был так напуган и и и и и и и и и что собаки не залезут на дерево. Но, вероятно, слоги гончие могут. Чиллер, спиннер, вы мне нужны. Спиннер, наверх. Спиннер, спиннер, спиннер! НО! Поехали! Поехали! Оморай! Варпи! Ребята! Кто-нибудь! Нет слагов, нет друзей. Сдавайся, малыш. Тебе конец. Ты не понимаешь? Нет. Вообще-то я мало что вижу. И если вы уйдёте с Энигмы, вы лишаете меня шанса всё урегулировать, найти дорогу и обнаружить моих друзей. Понимаю, за этого слага вы выручите много денег, но для меня это гораздо важнее. И пока хватит сил, я не сдамся. Ты много говоришь. Что? Я этого не хотел. Я вижу. Может, слишком много. А-а-а-а! А-а-а! Может, ваши ловушки здесь повсюду, но у меня лучшее секретное оружие в этой пещере. О, я очень рад, что вы изготовили такие классные ловушки, друг. У вас есть что сказать на прощание, Энигма? Вы с ним больше не увидитесь. Об этом он не подумал. Пошли, нужно найти наших друзей и выбираться отсюда. Нет! Нет! Погоди. Легендарный из легендарнейших слагов испортил тебе зрение, а потом излечил, когда снова тебя ударил. Но представьте, в первый раз он вывел его из строя, и он практически был вне борьбы. Хотя я не видел всё чётко. Вернее, я даже видел больше положенного. Будто он показывал мне что-то ещё. А-а-а. И ты считаешь, что в Энигма даже больше, чем кроется на первый взгляд? Да. Если говорить столь бессвязно, то да. Я верю, что наши машины проберутся здесь. Какая неожиданность. Попробую угадать. Вы ждали Стокера. Хе. И, наверное, долго. Ждите на здоровье. Но у него нет этого. Отлично сработано. Называете цену? Ну, если учесть, через что пришлось пройти мне и моим друзьям, пожалуй, я его не отдам. Кхе-кхе. И как один из этих друзей, я утверждаю, ты ошибаешься. Подумай, как эти деньги могут пригодиться фронто. Наша визитка. Если вдруг вы передумаете. Спасибо. Но вам придется долго этого ждать. Нет, нет, недолго. Попробую убедить его. Элай, стой. Подумай, что мы могли бы купить. Массажер для ног, прогреватель для шеи, дураколы с рубинами. Мягкие пушистые подушки. Значит, мы пойдем пешком, Корт. Пошли. Вперед! Охота на слагов пешком. Так некультурно. А-а-а! Вот так надо действовать! Да, если вас совсем не интересует Энигма. Но нас очень интересует этот экземпляр. Как только кто-то из вас его найдет, мы с удовольствием его купим. По подходящей цене. Ну, сходный я бы это не назвала. Скорее, безумный. Такое количество денег! О, с таким богатством мы сможем сделать много добра для Пронто. Наконец-то я смогу купить нового железного коня с удобным сиденьем, специально для осанки. И инкрустированную сумочку с карманом для расчески. Нет, минутку. Новый шарф! Пронто, очнись! Это много золота. Не знаю, смогу ли продать. Сомневаюсь, что у вас будет такой шанс. Тут развернулась такая конкуренция. Но если вам удастся поймать его первыми, мы будем ждать здесь. Продолжение следует... Нет. Энигма, нет. Да-да, продолжайте. Никто вам не заплатит две тонны золота. Ах, да, это комплимент. Позволь мне провести переговоры, Трикси. Мы все очень хотим найти Энигму. Но может из-за недостатка знаний вы все завалите? Ах, знаете, а парень, пожалуй, будет прав. Вместо прыгучих камней лучше использовать флоринго и поджечь все эти деревья. Поэтому его и зовут БНС. Безмолвный, но смертоносный. В моих краях безмолвный, но смертоносный означает нечто другое. Он сейчас прямо за мной, да? Слаг Энигма и мой капкан. Живо. Эй, я его нашел. Все честь по чести, пока он не попал в ваш капкан. Я пришел сюда не ради игры по правилам. Я пришел сюда за слагом. Мой день дорого стоит. Тебе нужно было вести переговоры. Расходимся! Тебе нужен этот слаг? Ну, хорошо. Вот он! Я пропустила, когда ты стрелял в Энигму. Расскажи мне, как он трансформировался. Не могу. Почему? Потому что я практически ничего не видел. Где ты был? Не спрашивай. Корт, Элай оглушил Энигма. И сейчас он не может сфокусироваться. Вообще-то, я много чего вижу. Фактически, я вижу в два раза больше положенного. А вот и они. Я в них попал? Принимаю как их. Пошли. Смею предложить продолжать движение. Стокер может быть где угодно. Да, прямо за тобой. Дрикси, подожди! Ничего не могла сделать. Он был как настоящий. Ну, нет. Слак Энигма все-таки существует. Как-то все это не очень. Я ясно выражаюсь? Да? Слак Энигма? Никогда о таком не слышал. А что в нем такого особенного? Никто не знает. Все считали, что Слак Энигма просто легенда. Возможно, это последний выживший экземпляр. Никто не видел подобной трансформации. Если поторопимся, мы будем первые, кто выявит и найдет его. Даже лучше. Мы первыми можем снять его на кинокамеру. Какое необыкновенное место. Как приятно увидеть девственные и незагрязненные районы Слак Терры. До такой степени неиспорченные. Слишком велико желание попасть туда первыми. Охотники на Слаков. И они ищут Энигму. Слак Терры. Нужно попасть туда до того, как уничтожат все джунгли. Ну нет. Как только весь этот грибной салат попадет в наши машины, они сразу же встанут. Может, в следующий раз, Элла, я проведу переговоры? Конечно. Ронко! За тобой тазерлинги! Действую! Ничего не получилось. Прости, пожалуйста. Я хочу домой поскорей. Смотрите. Вроде я видел, где-то здесь полценигма. Не обращайте внимания. Всего лишь лист. Так. Это было не очень. Это серьезная засада. Это и правда не очень хорошо. А ты что за слак? Эй! Эй! Здесь живут многие слаги. Не только Энигма. Вы же разнесете их пещеру на части. Посмотрите на это. Мог погибнуть слаг. Элай, это же Энигма. Энигма. А это моя западня. Стокер, я не знал, что и вы тут тоже. Мы не хотим стоять у вас на пути. Уходите. Ты ведешь сейчас переговоры? С ума сошел! Это же Герхард Стокер. Самый убойный охотник на дичь в Слактере. Он не ведет переговоры. Говорят, если увидишь его, уже поздно. Стокер почти такой же легендарный, как Пронто. Да, но совсем по другим причинам. Конечно. Пронто известен из-за своего бесспорного великолепия. А Стокер славится своими капканами. Может, он ими и пещеру заполнил. Вот поэтому идите все по пикам, Эксперт, на Пронто. Что? Ха, видите? Уже нашел. Этот блокирующий механизм высокотехнологичен. Но я знаю, как сконструировать обходной путь. Спасибо. Я полагаю, так как Илай абсолютно бесполезен. Друг, Пронто, ну я же все слышу. А, прости. И все же я предлагаю уйти, пока Стокер нас не обнаружил. Мы не можем уйти. Это все сделал Энигма. И нет гарантии, что это восстановится само по себе. А? Нужно найти Энигма, чтобы узнать, как его излечить. Да, если он еще не у Стокера. О, да, уверяю тебя, что нет. Откуда у тебя такие мысли? Потому что это как раз вон там. Он как раз добавляется с проволокой. Э, поймал! Ты в порядке? Дарт с транквилизатором для слагов. Знаешь, сколько их понадобится, чтобы поразить пещерного тролля? Да, почти верно. Корт! Пошли. Нужно достать Энигма, пока они его не поймали. Мы не можем его оставить. Стокеру нужен Энигма, а не Корт. Ничего с ним не произойдет. Энигма где-то рядом. Будьте бдительны. Неподходящий субъект для работы. Возможно, поможет немного объектив. Да, точно! Это самый глухой слаг в истории? Неудивительно, что остался всего один. Что с OM? О, что ли?